Тем временем в Донбассе ополченцы самопровозглашенные Луганской Народной Республики сегодня завершили отвод вооружений калибром менее 100 мм и минометов калибром менее 120 мм. Это очередной этап демилитаризации, которую контактная группа в Минске после долгих переговоров смогла согласовать в конце сентября. Орудия перебазировались в тыл под контролем сотрудников ОБСЕ. Затем, как все происходило, наблюдал и наш специальный корреспондент Павел Краснов. Вывезенные с позиций у передовой минометы готовы для транспортировки. Это промежуточная остановка. На полигоне под Луганском орудия достают из деревянных ящиков. Прибывшим сюда журналистам и представителям ОБСЕ нужно продемонстрировать содержимое, а заодно показать, насколько быстро это оружие можно развернуть в боевое положение. Минометы едва ли не самое распространенное оружие этой войны. У обеих сторон такой техники в избытке это легко объяснить. Минометы отличаются простотой применения и смертоносной эффективностью. Чтобы управлять таким 82-мм орудием, достаточно двух бойцов, которые и составляют минометный расчет. А выпустить по противнику они за минуту могут два десятка мин. И чем больше оружия останется в тылу, тем меньше вероятность, что перемирие однажды будет нарушено. Отвод вооружений луганские ополченцы начали еще 3 октября. Сначала с передовой были убраны танки, затем артиллерийские орудия калибром меньше 100 мм. И вот теперь очередь дошла до минометов. На этом луганские военные свою часть работы по выводу техники заканчивают. Завтра в течение дня представители ОБСЕ проведут верификацию отведенного вооружения, после чего первый этап будем считать завершенным. ОБСЕ сейчас за процессом следит неотступно. Сперва технику фиксируют на полигоне, затем машинонаблюдатели сопровождают военные грузовики. До места, где оружие будет храниться теперь. Между сторонами конфликта в Донбассе создается 30-километровая зона безопасности. И значит, от линии разграничения технику нужно увести минимум на 15 километров. В конечной точке наблюдатели берутся за фотоаппараты. Их задача подтвердить, что отвод вооружений состоялся. Мы будем после того, как получим уведомление, то есть через сутки после получения уведомления, будем сверять номера, списки номеров с наличным. Но опять-таки, вы довольны уведенным в этот раз? Я да. Я лично да. О начале отвода минометов сегодня объявил и Киев. Но завершить его там планируют лишь через три дня. В этом деле украинские силовики и прежде не торопились выводить технику. Они начали на два дня позже, чем ополченцы. Хотя в соглашении сказано однозначно, действия сторон должны быть синхронными. Мы не смотрим на Киев, мы выполняем то, что написано в договоренностях, что если наше политическое руководство что-то подписало, приняло, мы выполняем неукоснительно. Также надеемся на то, что украинская сторона выполняет это симметрично. Но контроль в основном, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за украинской стороной, мы надеемся на объективный контроль. Оценку того, насколько стороны придерживаются взятых обязательств, помимо ОБСЕ, должны дать и в совместном центре по контролю за режимом прекращения огня. На совместной встрече представители этих групп подведут итоги первого этапа отвода вооружений на территории Луганской области. Затем вывод техники калибра менее 100 мм начнется в Донецке. Павел Краснов, Игорь Крецков, Дмитрий Зервянский, Первый канал, Луганск.